Привет, привет, мои дорогие! Я, наконец-то, дома. Сейчас утро. Они меня спешат специально на 10 минут, потому что все тянут, 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 выходят в последний момент, и всегда они ориентируются на вот эти часы. Поэтому мне эти часы спешат на 10 минут, и все об этом знают, что они спешат на 10 минут, и все равно по ним выскакивают, и потом так радуются, что они спешат. Смотрите, какие мне розы. Вчера подарил муж. Они такие большие, не знаю, насколько показать с рукой. Не знаю, что тут такое. Вот зефиринку сейчас покажу. Смотрите, вот на фоне зефиринка, вот эти какие большие они. Такие красивые, посмотрите. Мне очень, конечно, было приятно. Безумно. Я зашла, на кухне стояли. Ой, сейчас тут разбираюсь я. Разбираю сумку потихоньку. Сейчас здесь буду стирать вещи, которые с собой брала. Вчера я приехала вечером, и не было нежелания. Я поставила ее, достала то, что особо необходимо. Там полотенце с собой одно брала, оно было мокрое. И я его отправила в стирку. И я вот говорила о том, что мне так не понравилось, что в гостинице за вот 5, почти 5 дней, да, было 4 ночи и 5 дней. Нет, 4 дня, 5 ночей. В общем, не важно. Петенцами, которые там были, мне пришлось вытираться. Я купалась минимум 2 раза в день, и их никто не менял. Мне это, честно, очень понравилось. Попью кофе, и надо будет идти укладываться. Плюс сейчас еще надо сесть смонтировать видео. Мой, как я ехала в Салихард, и, естественно, вам его выложить. Девчонки, еще знаете, что я хотела сказать? Спасибо большое. Когда я сидела в аэропорту, и мне писали сообщения, хотел сказать, смски. Оксана, счастливой дороги. Я так сидела, думала, откуда вы знаете, что я сейчас еду? А потом вспомнила, думаю, ну я же показывала билет, там есть даты. Спасибо вам большое, мне очень-очень приятно. Я хотела налить себе кофе, так я соскучила за натуральным кофе, но у нас закончилось молоко. Завариваю сейчас черный чай, буду пить. Еще хотела спросить у вас, девчонки, вы делаете такое? Вот здесь у меня налитая кипяченая вода, а там внизу лежат камни, по-моему, шунгит это называется. Я вот про него читала, покупала его там, где всякие медицинские, ну, такие, эко-медтехника, знаете, типа такого. И я там покупала. И вот я заливаю сюда кипяченую воду. Что-то я не стала дождать, когда она остынет. Так обычно дожидаясь, когда она остынет, и потом только заливаю. Напишите, вы пользуетесь таким? Слышали вы о шунгитах? Вообще, напишите свое отношение к этому. Приехала мама, конечно, все убрали, но стирка осталась полностью на маме. Сейчас буду разбирать по цветам и кидать, стираться. На улице так темно, как будто ночь. Едем в магазин купить молока. Да, зимой вот стекло пока сейчас оттает. Придется ехать так. Это мы сейчас едем по промзоне. Сегодня суббота, но такая оживленная дорога. Даже не верится, что сейчас суббота. С ума сойти. Едем мы сейчас на базу. Здесь молоко подешевле. Надеюсь, что будет зеленое село. Единственное, что мне не очень нравится на этой базе, это то, что ты не можешь сам подойти, посмотреть, потрогать. Что здесь по ценам? Например, большими цифрами вы видите ценник, но рядом там маленькими цифрами стоит 50 копеек. Помните, раньше одно время была мода? Цена, а рядом 99 копеек. Здесь тоже такая ловка. Значит, ценники винограда, допустим, есть разных видов. 118 рублей, 128, 168 на выбор по кошельку. То же самое касается помидор. Помидоры есть за 108, за 198, за 298 и за 158. Мне нравятся, которые уже упакованы индивидуально. А чири по 158 я их беру. Здесь картофель по 15,50. Свекла 13,50. Маков 16,50. Такие самые основные цены. Лука белый по 64. Чеснок по 148, имбирь 258. Есть болгарский перец, он по 188,50. Но опять же, 50 не забываем. Курман по 128,50 и за 98. Есть выбор и ты можешь определиться. Но здесь все равно что-то здесь есть дороже, что-то есть дешевле. И если анализировать цены, то тогда очень хорошо. Покупаю я вот такое вот зеленое село, честно. Но мне очень нравится, очень вкусное молоко. Я покупаю 3,2. Сегодня первый раз я взяла попробовать вот такое вот топленое молоко. Еще его ни разу не брала. Здесь написано, что у него от 3,4 до 4,2. Хотя, по идее, топленое молоко, там же выпаривается вода, по идее, должно быть жирнее, чем обычное молоко. Взяла вот такое вот масло. Здесь 4,7 за 305 рублей. У них акция была, взяла бутылку масла. Еще тоже уценили у них по 70 рублей вот такие вот лимоны. Я их сейчас обрезаю, вот это, то, что здесь есть. И на мясорубку перемолю с сахаром. Поставлю перемолю, перемолю. Ну, в общем, измельчу их на мясорубке и с сахаром перетру. И будет потом в холодильнике поставлю. Можно будет в чай добавлять, можно будет так кушать. Вот сейчас цитрусовый полезный зимой. По 70 рублей вот такую финскую таврия, колбаса, по 480 рублей. Яйца у нас по 146 лоток. Яблоки вот такие флоренса, как-то так называются они, по 78,50. Помидорки, вот такие чири, по 158,50. Свити фрукт 128,50. Тут огурцы. Сыр вот такой, это производство белорусское, называется русский. 580 вот этот сыр стоил. Вот такую вот ижевскую сметану она по 100 рублей 50 копеек. У них все 50 копеек, поэтому буду говорить вам 100, значит, это 100 рублей 50 копеек. Зеленое село творог 9% кукуруза заморожена вот такими вот зернами. Соевый соус. У нас на самом деле он очень хорошо расходится, и его надо всегда много. Взяла вот такую вот бутылку. Почему-то я вот сейчас уже держу его в руках дома, и мне кажется, что мы его в прошлый раз брали, и муж мне сказал его больше не брать. Я вот что-то, почему-то мне так кажется. Такие приправы, они неплохие. Взяла для очень острой корейской морковки. Две штуки. Они у нас по 48 рублей. Вот такая одна штука. Взяла спаржу. На канале есть видео, как я делаю спаржу. Если кому-то будет интересно, попробуйте. Получается очень-очень вкусно. И самое главное, намного дешевле, чем покупать ее готовую. Фунчозу я беру вот такого плана. Она у нас именно вот эта. Вот она дешевле, чем... Там еще есть разных-разных видов. Спаржа я купила вот эту пачку за 196 рублей. Лидуси купила Мерри с трусиками. Эльку вот такую. Дорого они, конечно, стоят. Получается, 1650 я отдала за пачку. Какие у нас покупки сегодня? А, здесь я вам еще забыла показать. Здесь целый-целый пакет мандарин. Здесь их 6 с чем-то килограмм. Такие вот с листочками. Такие мандарины у нас просто 2 рубля. Сейчас на них упала цена. Анюта, я, значит, покупки такая выставляю. Сейчас буду снимать покупки. Анюта мне говорит, а ты что, розу не убираешь? Тоже их снимать будешь в покупках? Я говорю, пускай стоят. Они радуют мне глаз. Такие красивые, большие. Я давно таких не видела. Как закрыли с Голландии цветы, так больших и не видела. Наши здесь, которые выращивают, всегда меньше они были. А тут такие красивые, девчонки. Напишите, какого цвета вы любите розы. Очень интересно узнать. Занесли овощи. Здесь мокровка и свекла. Картошку мы уже убрали. Потому что нам сказали, что перед отелом за месяц надо убрать. Поэтому мы вот оставили свеклу и морковь будем резать. Ой, сейчас режу овощи. Такие руки у меня закончились с перчатки. И я так понимаю, что у меня сейчас будут вот такие вот грязные руки. Девчонки, посоветуйте, пожалуйста, чем свеклу можно с рук смывать. Буду очень вам благодарна. Сегодня у нас вот такой вот ужин. Картошка домашняя в мундирах. Это селедка я почистила малым ее от костей и от шкуры. Хотя сама я больше люблю вот так вот есть. Не снимая шкуры, не чище. Потому что когда чистишь, вот так, снимается очень много вот этого верхнего слоя, который, на мой взгляд, он самый-самый вкусный. Тут я порезала помидорки розовые, очень вкусные. И замариновала лук. Сейчас мы будем кушать. О, как это аппетитно. Как я хочу селедки. Приятного нам аппетита. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok .